Здравствуйте! В эфире программа «Лица Химок». Меня зовут Нина Липанова. Сегодня мы побеседуем с заслуженным деятелем искусств России, а также автором герба городского округа Химки Александром Мустафиным и его замечательной женой Ольгой. В первую очередь мы хотим вас поздравить с 50-летием совместной жизни. Расскажите, как вы отметили свою золотую свадьбу? Честно говоря, не верится, что это было 50 лет назад. И мы хотели ее отметить каким-нибудь интересным мероприятием. Мы пошли в парк Толстого. Прийти именно сюда было решением не случайным. С парка имени Льва Толстого начался творческий путь художника Мустафина в Химках. Он сделал проект кинотеатра «Космос». С этим парком связаны все его воспоминания, его первые работы в Химках в качестве художника. Скажите, а первая ваша встреча, вот как вообще она произошла? Ой, это тоже достаточно романтическая, я бы сказала, мистическая история. Да. Мы посмотрели фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе» студентами на первом курсе. Я стоял романтически и смотрел на звезды. Вдруг среди всего этого я слушаю, что рассказывают, на что художники рассказывают. Вы сами можете понять. Особенно после такого фильма, который весь заряжен, заряжен про любовь. Такую мощную любовь. Я заметил, что передвигается какая-то тень между кустами. Я остановился и говорю, стоп, не рассказывайте ничего. Если вот эта девушка, я на ней женюсь. И она вышла, вышла на свет, и все закричали, женись. Были романтические встречи. Он мне ответил прекрасно, я 5 марта, день рождения, там у них в общежитии. С, как и со свечами, с музыкой, с песнями, которые они там пели. Художники, это же богема. Можно ли так сказать, что вас объединило искусство? Только. Безусловно. Вместе они объехали едва ли не весь свет. Побывали в самых известных музеях земного шара. Изучали историю и искусство разных народов мира. Александр Салихович, не могу не спросить. Наверняка, Ольга Емельяновна, всю вашу жизнь, она ваша муза? Ну, так вот, я не представляю. Да, конечно, вопрос вы задали довольно-таки интересный, потому что жизнь с этой темой у художников связана. И строго-напросто особенно. То есть вся жизнь должна быть посвящена красивым женщинам. Это святой. Художники имеют право на то, на это и на сё. Но муза у него одна. Да, но муза – это другое. Можно ли сказать, что создание герба – это ваша общая работа, так как вот Ольга Емельяновна вдохновляла, может быть, как-то? Да, да, скажу, что это общее даже наше семейное дело. Наша общая дочь Маргарита, она прошла обучение в астрологической школе Павла Глобы. Да. И когда он у неё увидел эту астрологическую карту, на которой знак Стрельца ведёт в Химке, он у неё спросил, а что это? Она сказала, это Павел Глобы нам такое, в общем, преподаёт. Ничего случайного в жизни не бывает, правильно? Вот эта карта, астрологическая карта Москвы. Видите? Вот это вот, вот это вот, это направление наше. И здесь знак Стрельца. Вот он, вот он этот Стрелец, под которым находится город Химке. Вот Стрелец. Вот Стрелец. Вот. Конечно. Взял карту, покрутил её, господи, да Химке-то это уже… Во-первых, он космический знак, видите, он же находится среди созвездий. А, как известно, Химке – город космоса. То есть это вот то, что ни дубы, ни какие там каналы, ни какая там историческая привязка. Город, город, устремлённый в будущее. Ну, естественно, как вот у художника судьба складывается, да. Я, естественно, позвонил Паше Глобе. Я говорю, вы знаете, я держу вашу карту, но я вот такой-то, такой-то, я главный художник здесь в городе, я не знаю, что с ним делать, вот сейчас подумаю и чего-то там, и вот понимаете, он говорит, я сейчас приеду, мы бы тут разберёмся. Ну, вот так вот начинается. То есть вы как-то с ним встречались, да? Абсолютно. Безусловно, конечно, он приезжал, он это дело благословил. Сообщение о том, что в Химках объявлен конкурс на герб города Химки застало меня совершенно неожиданно. Я сразу придумал идею, что надо сделать так, чтобы никто и не догадался, что можно об этом, о каком-то кентаврике, чего-то нарисовать. Ну, я нарисовал такую маленькую-маленькую штучку и принёс её. И получил первую премию. А как объяснили, вот почему кентавр, почему звёзды, стрелы и прочее? Город Химки – это город космический. Это прежде всего, прежде всего, это, конечно, запуск космических аппаратов. А символ космоса – это летящий к звёздам стрелец. Если бы мне кто-нибудь сказал, Александр, ты не мог бы сделать герб для города Химки, другого я бы не придумал. Мы просто рады и счастливы, что у нашего славного города такой космический герб. Александр Салехович, а есть сейчас проекты, над которыми вы работаете, которые, вероятно, скоро превратят, притворятся в жизнь, может быть, что-то, что бы вы в ближайшее время хотели реализовать? У художника не бывает такого, что у него нет в голове чего-то. Чего-то обязательно разбудит, да? Разбудит, не даст спать, заставит мучиться, заставит мечтать. Город у нас настолько замечательный, и столько надо памятников ещё построить. А людей-то сколько? И все люди знаменитые. Город, который дал реализоваться его творческому потенциалу. И так звёзды сложились, что и команда была, которая тоже была этим вдохновлена. Ему открыли широкую пуля деятельности. Это всё не так просто. То есть это всё проходило в творческой борьбе. Ну а как иначе-то? Такая жизнь, вот так всё и должно быть. Так, как и должно быть, всё идёт и в жизни личной. Несмотря на пять десятков лет, прожитых вместе между Александром и Ольгой Мустафинами, не угас огонь, страсть и любовь. Они всё те же влюблённые друг в друга студенты, только теперь более опытные и мудрые. Когда мы с ним поженились, он очень любил целоваться. И даже у нас говорили, а, это та парочка, которая постоянно целуется. Его это почему-то очень вдохновляло. Красавчик мой, дай поцелуй меня. Ещё раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!